Чем ближе день района и города, тем строже контроль на объектах благоустройства общегородских пространств, которые должны сдаваться к празднику и стать подарком горожанам. Один из них – сквер Пушкина. Глава района Алексей Валов теперь бывает здесь несколько раз в неделю. На площадке уже начали укладывать покрытие из тротуарной плитки, но появились замечания по рисунку укладки. Он не соответствует проекту. Глава поставил задачу исправить. Что касается ранее данных указаний, а не касались чаши фонтана, то здесь все поправили. По бассейну сориентировались, подрезали, объем чаши не уменьшили, функционировать будет технически правильно, по проекту, и не будет выступать над общей площадкой, над нулем всего благоустроенного пространства. Каменная набережная с двухуровневым променадом построена на правом берегу Клязьмы между Старым и Новым мостами. Она также будет открываться в конце месяца, к дню района. В рабочем совещании приняли участие архитекторы, проектировщики и строители. Глава также сделал ряд замечаний и отметил, что набережную нужно сделать грамотно не только технически, но и эстетически. Она должна соответствовать своему названию, пусть пока рабочему, набережная любви. Там будет и светло, и красиво, и фонтаны будут без двух сторон. Еще площадку тогда сделаем, где можно будет гулять по этой площадке и, соответственно, ослаждаться друг другом общением. Много работаем для того, чтобы сделать для людей атмосферу любви, доверия, атмосферу уважения друг к другу и к своему городу. С уважением к городу и жителям работает команда универсального спорткомплекса Подмосковья на улице Краснознаменской. Этим летом его территорию тоже привели в порядок, отвечая и требованиям общегородского благоустройства, и рекомендациям главы района. Средства выделены из бюджета городского поселения Щелково. Договорились с депутатами, выделили деньги и практически почти 8 тысяч квадратных метров покрыли всю асфальт. К сожалению, кое-где от плитки пришлось отказаться, чтобы по максимуму сделать асфальт. Ну, может быть, немножко в красоте потеряли, зато выиграли в ровности поверхности, в разуклонках. Теперь детки тут могут на коньках кататься, на скейтбордах. Через несколько дней будет отмечать 15-летие Манеж УСК Подмосковья. Сейчас там полностью меняют паркетное покрытие игровой площадки. Оно тоже пролежало с момента постройки. И хотя команды спорта высших достижений, как был МФК «Спартак-Щелково», потом «Подмосковная Динамо» в Щелкове сейчас нет, Манеж не пустует. 40 лучших районных команд по мини-футболу проводят здесь тренировки и соревнования. Обычно эта паркетная доска во всех других стадионах, где есть деньги в основном, ну, а это такая доска в крупных комплексах, каждый 5 лет меняется. Мы смогли ее эксплуатировать 15 лет. Еще в 50-е годы на стадионе был построен административно-бытовой корпус со спортзалом. В соответствии с архитектурно-планировочными требованиями того времени, зал находится ниже уровня земли. Как рассказал директор ОСК Виталий Новицкий, сейчас решается давняя проблема близости грунтовых вод. Новому покрытию площадки сырость будет не страшна. И мы теперь сделали гидроизоляцию, уложили специальное покрытие амортизационное, сверху два ряда фанеры, и вот сейчас ждем, должны из Германии прислать специальное покрытие, которое и для волейбола, и для баскетбола, и для футбола, и для художественной гимнастии. То есть такое многоцелевое будет покрытие, которое не будет бояться влаги. ОСК молодец, Виталий Николаевич, да, там много сделал, сколько мы его ругали там, то, что выщерблены подходы к ОСК, он так молодец в этом плане, терпеливо относился к критике, сделал выводы, и вот сейчас молодец. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания Щелково.